Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу рассказать о поливе, как рекомендуют поливать томаты, как поливаю томаты я, потому что уже столько вопросов о поливах и о поливе рассказать очень сложно, потому что все, какие бы рекомендации вы не прочитали, но любая рекомендация должна корректироваться под ваш конкретный случай, под ваш климат, под вашу почву, под густоту посадки, потому что вот видите, у меня посажено загущено, мне возможно нужно поливать объем воды больше давать, чем тем, кто высаживает редко. Ну как бы вы... Я, короче, расскажу, есть рекомендации специалистов, расскажу, какие существуют нормы, но обязательно нормы нужно корректировать. Как бы вы ни поливали, вы должны знать о поливе томатов одно, что томаты нельзя переливать. Это огурцы у нас любят много влаги, любят опрыскивание, повышенную влажность, а томаты для того, чтобы получился хороший вкусный урожай, нужен сухой воздух и почва не переувлажненная. Я уже говорила, но повторю еще раз, что переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах. Они становятся кислыми и водянистыми. И это не зависит от сорта. Любой сорт, если вы зальете свои помидоры, будет кисловатым и водянистым. И мы должны обеспечить своим томатам такой полив, при котором мы получим не только богатый урожай, к чему мы все стремимся, но чтобы томаты были высокого качества. Я вот сейчас зашла в свою теплицу, 7 утра. У меня ни одного, нет ни одной капельки конденсата. У меня все сухо. Такой запах больничный, но это от йода. Все это проветривается. Это все важно. Но очень важен еще и полив. Если будут заливаться томаты, это может привести и к жированию, и к понижению качества плодов. Все. Вот в прошлом году я говорила о поливе своих томатов в теплице. Я говорила, что томат зависит, полив томата от фазы, то есть от того, какой он большой или маленький. Есть три фазы. До цветения у нас один полив. Во время цветения и плодообразования у нас другой полив. Вот сейчас у меня цветение и плодообразование. Вот видите плоды. В это время полив у нас самый усиленный. И третья фаза, когда кисти уже налились и начинается созревание, режим полива тоже мы меняем. Это другой. Запомните, у нас три режима полива. До цветения. Второй цветение плодообразования. Третий созревание плодов. Вот первый период, когда до цветения, когда мы только высадили рассаду, самое меньшее количество воды. Рекомендация специалиста 4 литра на квадратный метр. Через 5-6 или раз в неделю, через 7 дней. Но опять же, вот нам рекомендуют специалисты, но в рекомендациях не написано 2 у вас томата на метре или 3 или 4. Поэтому я говорю, что каждый случай индивидуален. Если вот, например, 4 томата по литру под кустик, но это говорится, опять же, про молодую рассаду, у которой даже нет цветков, которую вы только что высадили, например, в теплицу. Литр под кустик это достаточно. Раз в неделю. Но опять же, смотря какая погода. Если у вас, например, палит солнце, и земля уже высохла вся, конечно, вы можете добавить. Я всегда говорю, что нам специалисты рекомендуют, но мы все должны корректировать под свои условия. Вторая фаза. Во время цветения плодообразования. Тут мы увеличиваем полив в 3 раза. Каждый, вот свой полив, который у вас был до цветения, если поливали, например, 4-5 литров, то в это время 10-15 литров на квадратный метр. Это значит, каждому растению уже не литр, а 3 литра под куст вы должны давать. Но опять же, все это индивидуально. И когда у нас потом нальются кисти, и начнется созревание, мы полив уменьшаем. Потому что если во время созревания вы начнете заливать томаты, вы знаете, что они все потрескаются. Обычно в дождливую погоду в открытом грунте трескаются томаты, а в теплице томаты трескаются из-за нарушения режима полива, из-за переливания. Не поливайте во время созревания, поливайте как можно реже, иначе плоды не будут сладкими, и они у вас растрескаются. Полив в теплице проводить рекомендуется обязательно утром, потому что на ночь не рекомендовано смачивать томаты, опять же, из-за образования грибных заболеваний, вот всех этих плесеней. Утром рано встали, полили, высох, грунт немножко подсох, проветрился за день, в ночь все прекрасно, вода вся ушла туда, в грунт. И нельзя, самое главное, в поливе томатов, нельзя делать резкие перепады, вот, например, у вас она засыхала, засыхала, засыхала много дней, потом раз и залили. Если вы бываете на участке редко, и если у вас очень пересохли томаты, нужно поливать в несколько этапов. немножко полили, там, ну, немножко полили, все, земля все впитала, на следующий день полейте еще раз, добавьте, и тогда получится, что, иначе, ну, как говорят, что томаты захлебнутся, они вот прям, особенно есть плоды, если у вас взрослые плоды, и было сильно у вас сухо, вы полили, они полопаются все моментально. Как поливаю я? Я вот всегда поливала из шланга, и как я поливала? Вот засыхает земля, сохнет, сохнет, например, даже листья у меня скручиваются, казалось бы, им жарко, но вот утром захожу, я всегда проверяю утром состояние томатов, утром захожу, листья не скручены, все они расправились, все стоят, чувствуют себя хорошо, значит, я еще день не поливаю. Я даже не считаю количество дней, я смотрю по состоянию томатов, хотя вот почва у меня вся-вся сухая, но то, что сверху сухая почва, это очень хорошо, тут нет влажности, тут сухо, и я даже не знаю, какой вот совет дать каждому из вас, я все это делаю интуитивно, вот на каком-то, на таком уровне, что я просто подхожу, смотрю, ну и чувствую, как сказать, не знаю, чувствую, нужна томату, вот этому вода, или нет. Тут я думаю, что вода не нужна, я вот прошлась по всему ряду, они свежие стоят, расправленные, видно, что где-то там, в глубине почвы, наверное, влага еще есть, я боюсь переливать, потому что они у меня и так здоровые, вот такие вот, если я начну их заливать, они начнут жировать у меня, жирование это страшно, будет мало плодов, не поливайте сильно томаты, они могут, ну они склонны к жированию, иногда полив, нарушение режима полива, вот портит всю эту картину, и урожай снижается, и все, нам кажется, что мы поливаем, мы делаем лучше растениям, а они не понимают, и получается еще хуже, они начинают наращивать зеленую массу, за счет вот этой влаги поступающей, а для созревания плодов, для наливания плодов, там влаги много не надо, их нужно держать как бы, вот есть такое выражение, как на подсосе, сильно им не давайте пить, лучше их как немножко даже подсушивать, и вот когда у меня листья немножко обвянут, и даже, например, утром я зайду, и видно будет, что им все равно не хватает влаги, они такие как вялые, немножко как паникли, тогда я буду поливать, но вот сейчас в этом году мы поставили каплю, и вот про каплю, я даже не знаю, что сказать, я ее еще, как не освоила, до такой степени, чтобы я могла кому-то, каким-то людям советовать, например, вот надо бочку 200 литровую, или две бочки 200 литровую, сколько-то дней, я вот нынче к ней привыкну, узнаю, сколько нужно, и через какое время, тогда могу сказать, только на будущий год, могу сказать, только вот таким прямым поливом, которым я всю жизнь поливала, я вот поливала так, я просто раз в неделю заходила, заливала полностью их, ну как, увлажняла хорошо, и под корень, и в луночке, и так увлажняла почву, чтобы она туда проходила вода, и вот эта такая хорошо увлажненная почва, с открытой теплицей, стояла у меня 7-8, иногда даже 10 дней, вот сейчас у нас температура 30 градусов, и днем такая жара, тут они такие завялые стоят, и скручиваются, и вот так опадают листья, но я все равно не поливаю, я знаю, что это признаки, ну неявные, это просто от жары, вот высокая температура, тут наверное 40, даже больше, они сами листики подвяливаются, но вода в грунте есть, и полив не нужен, ну вот мой совет начинающим, лучше не дополить, чем перелить томаты, томаты переливать все-таки не нужно, я вот на своем опыте знаю, что я опять же повторюсь, будет это и жирование, и плоды будут водянистые, невкусные, вы потом будете говорить, что это сорт такой нехороший, нет, это не сорт, но все, не буду вас долго задерживать, все, с вами была Ольга Чернова, я постаралась рассказать подробно, как специалисты рекомендуют, как делаю я, и что любят томаты, они не любят, ну как, они конечно может быть и любят, но сильно поливать их не надо, полив должен быть умеренный, всегда пишут, частый, но обильный полив, вот для томатов подходит только, ой, пфу, блин, извините, редкий, но обильный полив, для томатов подходит именно эта формула, поливать редко, раз в неделю, например, не как огурчики каждый день, но заливать хорошо, чтобы потом на следующую неделю им хватило, все, с вами была Ольга Чернова, постаралась, как могла я рассказать о поливе, но это сложная тема, еще раз говорю, корректируйте под свои условия, даже если где-то рекомендации специалистов, прочитаете, там столько-то литров под корень, столько-то, все это зависит от ваших условий конкретных, все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok